Александр Александрович, предлагаю сегодня попробовать быть ближе к народу, как говорится, попробовать бюджетных сортоводок. А то мы с тобой по дорогим коньякам, по вискарикам. Да, что-то сожрались, сожрались. Давайте быть ближе к народу сегодня. И у нас на тесте сегодня будет три с обычного маркета, скажем так, три обычных водки. Ну что, первая на очереди у нас Пять озер премиум, город Омск. Да, стоит она 450 рублей. 450 рублей. После 2 июля, замечу, аксесс поднялся. Вторая у нас Парламент, Московская область, Балашиха. Цена ее также 450 рублей. И самая дорогая из сегодняшнего, что мы с собой взяли, это деревенька. 500 рублей стоит, делается на Мордовии, в Саранске. Вроде как написано, что она сделана из солодового сырья. Я очень сильно в это не верю, потому что за 500 рублей солода как-то мне не верится. Ну если только хвосты пособирали, от искариков каких-то, и хвосты перегнали. Может только так. Что, тогда начнем с первого претендента. Давайте. А вот так она вообще простейски открывается. Пластик. Да, ни на никаких ножей, ничего. О бутылках? Нет, бутылка стеклянная. А то может пластиковая. Ну да, да. Ну ладно, пробуем всей шедевр, надеюсь. Пять озер премиум. Так, сделано, что дело написано. Создано в Сибири. А, создано в Сибири, ничего себе. Попробуем водочку. Вот так вот по чуть-чуть. Так, ну, Александр Александрович, по-нашему. Перед этим, как мы попробуем, что здесь у нас по составу. Солод ржаной, добавление солод пшеничный. Ну и также сахар и регулятор кислотности. По-моему, это больше понты. Что-то, да, странное, странное. Это, наверное, экстракты какие-то там делают. Ну ладно, резкий, резкий водочный запах. Прям резкий. Походу она углевалась. Потому что чисто водочный запах. Углевалась, то есть? Ну, углевалась. А, углевалась. Да. Ну, возможно, и углевалась. Ну что, за подписчиков? За подписчиков. Ой, что-то резковато. Водка, как водка обычно. Да углеванная, скорее всего, да. Там есть... Да, есть какой-то привкус такой странный. Водочный, водочный. А что по ней сказать? Ну, сравним с другими, а в конце скажем резюме. Какая из них... Какую можно пить, какую нельзя. Да, соглашусь. Если у вас бюджет ограничен. Даже, может, не бюджет ограничен. Человек, допустим, который пьет дорогие алкаунные напитки, да, и попал куда-нибудь в деревню какую-то, куда-то в глубинку России. А там деревенский магазин, и кроме бюджетки ничего больше нет. Поэтому будет совет хороший. Что там взять, как выбрать из того, что есть. Ну, конечно, ты историю придумал. Интересно. Водка Парламент. Открываем. Мне нравится, что открывается. Они прям безумно просто. Это не коньяки вам, Олег Пирич. Да, да, да. Они вискарики. Ну, пробуем все экземпляры. Кстати, ребят, они все одной температуры, кстати. Все одной температуры. Примерно градус 118, да? Так. Особенность этой водки, как написано, то, что ее очистили молоком. У самородчиков есть такая штука, но это больше понты, чем вообще качачка. И больше в ней ничего нет. Кстати, вот, надеюсь, что это так. Это молоко ничего не дает. Я не пробовал там, по многим отзывам. Давайте попробуем. Ну, аромат отличается, я скажу. Ну, даже на на лучшую сторону, кстати. Ну, он более резкий, но какой-то... Нет, нет, он... Ароматный более. Да, как-то там сильно прям водочный, а тут как-то немножечко... Как-то залаженный чуть-чуть. Ну, давайте пробуем. За подписчиков. За подписчиков. Ну, это поприятнее. Да. А как так-то? Порваем-то поприятнее. А как-то мягче такая, а не такая резкая? Она мягче, она менее резкая. Она по запаху как-то резковата. Но у нее есть, знаешь, нотки того, что, ну, делали. В общем, ну, ее сделали не прям чисто идеально. Как вы любите говорить, не дарите фриканс. Следующий агрегат у нас деревенька. Деревенька. Наиболее дорогой экземпляр, да? Из этой линейки. 50 рублей. Да, 500 рублей стоит. Что, открываем деревеньку. Мне очень сомневаюсь, что она солодового сырья. Хотя, если написали, возможно, я что-то говорю об этом. Тут что-то не так просто открывается. А тут нет, Олег Юрьевич, тут не так. Смотрите. Тут нужно за пластик потянуть. Блин. Металлический. Кошмар. Вот этот косяк, косяк. Чуть много. Под ноготь зашла. Под ноготь зашла, да. Ну, ладно. Имейте в виду это, кстати. Нюанс. Нюанс, да. Ох, как она открывается, интересно. Ну что, пробуем. Дегустируем. Так, отегустируем себе экземпляр. Так, давайте, что у нас тут с ароматом. Ну, ближе к парламенту, да? Да нет, Олег Юрьевич, может там даже что-то солодовое есть. Можно даже получше. Принюхаетесь, принюхаетесь. Там что-то, что-то такое, намек какой-то. Ну, я думаю, может какой-то вискарик, дьяволи, хвосты просто на рептик отпустили, как бы. Я так поверю еще, что это именно солодовое. Возможно. Ну, давайте пробуем. За подписчиков. За подписчиков. Ну, мой взгляд, это самый интересный экземпляр. Как вам? Ну, вот это что-то среднее, да, между чем-то вкусным и парламентом. Ну, то есть, мое резюме, скажем так, я ставлю, конечно, самую маленькую оценку в этом случае. Это первым экземпляром, вот этому, да, пять озер. Она жестковатая, прямо вот как-то вот жестковатая. Ну, прям, да, это не то, чтобы хотелось. Хотя температура одна во всех них. Потом на втором месте я ставлю парламент, естественно. Ну, а третье место, как странно или не странно, на 50 рублей дороже, но она, на мой взгляд, выиграла. Наиболее такая мягкая, наиболее какой-то там даже есть такой, ну, интересный такие вот. Да. Нотки-нотки чего-то. Чего непонятно тут. Ну, слушай, вот давай так, если бы мне сказали, выбирай, что из этого пить, ну, да, я бы, наверное, парламент выбрал, а потом бы догнался. Нет, а я выбрал деревеньку все же. Потом парламент. А как-то парламент, он помягче. Ну, на ваш взгляд так, на мой взгляд так. Ну, давайте. Хорошо, что мне не разошлись. Да, мне не разошлись. А может, и закрепление, закрепление попробуем сейчас деревеньку и парламент еще раз. Деревеньку мы выпили только что. Не, однозначно пять озер, это минус. Нет, нет, это не в сравнении. Предлагаю еще раз продегустировать парламент, чтобы понять, а точно ли, прям по чуть-чуть, точно ли он жестче или мягче деревеньки. Да. Ну, на аромат тут сейчас бесполезный что-то, да, давайте на кусок сразу. Да нет, мягче. Прям мягче, мягче. Нет, ну, мягче, не мягче, мне больше деревенька. Да, она мягче, но она более бездушная. Она просто ближе вот к нормальному такому самогонщику, кстати, деревенька. Да, да, да. Потому что все-таки там солодое сырье какое-то было. Может, в виде хвостов перенанных на рефикатор. Ну, что-то там бы интереснее. Ну, давайте, что-то для закрепления. Все же деревеньку. Также, если вам понравится эта рубрика, пишите в комментариях, какую попробовать. Обязательно снимем, если будет интересно, опять же. Ну, и... Продолжим этот эксперимент. Продегустируем, да. Что, поехали до закрепления деревеньку? Да, ладно, соглашусь, она более душевная какая-то. Нет, это лучше, это лучше. Ну, в любом случае, на мой взгляд, по-моему, не договасно, да, или скажите с вами не. Победила деревенька, все же. Ну, в чем-то соглашусь. Хотя неплохий парламент. Но он просто менее более бездушный, он такой неинтересный какой-то. Ну, на этом, по-моему, обзор на эти три сорта водок, вернее, три вида водок закончен, да? Да. Там в комментариях, естественно, надеюсь, там ребята напишут, какие еще водки взять на обзор. Мы оставим немножко здесь. Да, я думаю, по половине придется оставлять. Да. Ну, оставим для сравнения, конечно. И еще продегустируем еще три вида каких-то водки. Опять же, бюджет это до 600 рублей. Я так думаю, да? Дароже. Не пишите, какие. За 0,5. За 0,5, да. И еще возьмем три каких-то видах водки. И будем продолжать эту тематику, как бы народная водка, скажем так. Ну, и выберем лидера в этом ценовом депозоне. То есть, давайте ограничить только 600 рублей. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Мы с вами. До скорой встречи. Поднимайте бокальчики и дегустируйте хорошие, качественные алкогольные напитки.